В музее-заповеднике на озере Андреевском новые обитатели тоже переживают зиму, и она у них первая. Летом там поселились кролики и птицы. Жирность для музея, конечно, в диковинку, но тем и интереснее. Марина Климович увидела, как и в холода кипит жизнь в заповеднике. Они периодически устраивают небольшие концерты. Гуси с характером. К этому Степан Яндо уже привык. Уроженец Гданской тундры прошлым летом неожиданно для себя стал главным кормильцем на музейной ферме. Хотя ему, конечно, роднее олени. Лично у меня никакого опыта не было. Работы, общения и жизненности. И как бы я сомневался в том, что они вообще вызовут. Теперь его забота. Пять гусей, две утки, три курицы, девять кроликов и лебедь по имени Вася. Привезли его осенью из Увата. Вася периодически стремится на волю, но, как говорится, его и здесь неплохо кормят. По сравнению с остальными, он само спокойствие. Покладистым характером отличаются и местные кролики. Казимир, 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 Казимир. Отец семейства, на. В рационе кроликов сплошные витамины. Здесь все животные быстро набирают вес. Хотя за полгода были и потери. Лес. Территория большая. Собаки, кошки, дачники уезжают, оставляют своих питомцев здесь. Они хотят уже кушать, приходят к нам на территорию. И несчастье вот и с кроликом, с маленьким произошло. Ну и как в любом коллективе, кого-то не взлюбили. Одной уточки у нас не стало, но остальные все живут. О том, чтобы в заповеднике появились питомцы, попросили дети. Ну как так? 200 гектаров угодий и не за кем ухаживать. Это первая зима стала серьезной проверкой. Зима в музее-заповеднике сложное время. Здесь всегда холоднее, чем в городе, примерно на 6 градусов. Температура в декабре доходила до минус 42. Животным в это время очень тяжело. В избушке для гусей и уток включают обогреватель. Они теперь даже яйца несут, но пока высиживать у них не получается. Питомцы стараются почаще выпускать на волю, но в мороз прогулки сократили. Ну минут 10-20 выпускали. Они сразу первые полминуты наступят на снег, а потом сразу же лапки свои прячут. В заповедник приезжают на экскурсии просто в гости, ведь помимо животных любопытны национальная жизнь и быт. Посидеть за чашкой чая в хорошо протопленном чуме приятно в любую погоду. Марина Климович, Максим Плюхин, Сибинформбюро.